Вы для меня сюрприз делали? Вы для меня сюрприз делали? Да! Какой сюрприз? Что убираться? Какая я счастливая бабуля! О, как красиво! Ну я пойду сейчас посмотрю сюрприз. Так начинается мой воскресный день. Вернее, он уже давно начался, сейчас час дня. Друзья мои, йогу никак не могу заняться, потому что у меня были дела. Чем я занималась? Я сегодня приготовила детям кашу. Вот осталась. Приготовила какао с гущенкой на фраусе. Вспомнила, что у меня есть сгущенка, которую я привезла. Посмотрите, сколько у меня обеда. Тут вчерашка им принес сладости, нам купил, им не понравилось. Здесь у меня курица еще, кабачки. Здесь у меня что? Фасоль. Наверное, я сейчас поем ее. Тут макароны по-флотски. Тут гречка. Короче, столько чего не доедет. А сейчас посмотрим на сюрприз. Минутно. Минутно. И где мой сюрприз? Привет. Вот я убираю. Что ты убрала? Скажи. Вот я... Какой сюрприз ты подготовила, сказала Ирмочка? Я... Ты знаешь, что... Ты со временем говоришь, что сюрприз это мой... Ты когда убираешь. А я и подметила везде. Подмела. Подмела везде. И везде пол помела. А сейчас... Здрасте. Дэми что мне сделал? Скажи, Дэми. Ничего. Просто смотрит это. Компьютер. Он не хочет убрать. Благодарю вас. Уважаемые друзья и подписчики. Подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Всем еще раз привет. Сегодня у нас настоящее воскресенье. На море мы накупались. Мари проспалась сегодня до половины десятого. Хотя эти раны встали, и я естественно с ними. Но вот я их накормила раньше, чем Мари. Приготовила им все. Еще я что хотела вам рассказать. Да, кстати, у меня сегодня заблокировали инстаграм. Я опубликовала видео детей, где мы на море, и им не понравилось. Суприз готова. Суприз готова! Суприз готова! Суприз готова! Суприз! Такие сладкие. Скоро бабуля их отвезет. Как она будет без них. Я хочу уезжать! Надо уехать! Я хочу уезжать! Хоть насладиться ими. Она так любит, когда ее целуют Ирмочка такая ласковая Вот девочка моя, сладкая девочка Такие сладкие бабочки Осторожно, чтобы я не перешла Что? Корона? А-а-а, понятно Ура, корона! Корона, корона, ладно, мои хорошие Не корона, бро, не, не корона, бро Точно не корона, бро Не, не, не Апчинь, корона, бро Не, не, это тик-ток А многие тик-ток не любят А-а-а, прыгай А это уже Корона, бро, не, не корона, бро А ты откуда знаешь эту песню? Ну ты же спела, я же не такая дурная, как ты думаешь Закрыли двери Ой, не знаю, как мы сегодня время проведем Но я сегодня ничего не буду делать Вот видите, мои дети все делают А я побежала сейчас делать йогу Организм требует Папа, пока! Надеюсь, вы смотрите наше видео Ставите лайки, подписывайтесь Расскажите всему миру о нас О многодетной бабуле Пускай смотрят и подписываются Вот так выглядит лайк Вот так как К нам неожиданно пришел друг моего мужа На чай Ну, так как я гостеприимная грузинская Женщина Я считаю себя таковой То я без угощения чай подавать не могу Я вот испекла три таких хачапури Вот два отнесла и на них и там чайок Он тоже пришел с подарками для моих детей А мои дети что делают? Кушают мороженое Да, мои дети кушают мороженое Дур-дур-дур-ма Наконец-то выучил Что, знаете, я очень люблю черный цвет мороженое Потому что он самый вкусный в мире А почему черный? Ну, потому-то я его попробовала Я давно А что вы на... Какое черное? Как называется? Папуя, белый цвет Шоколад Правильно Я очень люблю шоколад И вот все время кушаю шоколад Приятного аппетита Спасибо, мама Я черный цвет не люблю И вам Я черный цвет не люблю мороженое Только белый Ну вот, естественно, они днем не отдыхают Потому-то белый, это красивый Наверное, вечером отключатся Вот такой непредсказуемый у меня сегодня денек получился Не получилось у меня отдохнуть от души Потому что я не выхожу с утра в кухню Помыла в холодильник И сейчас пойду гостям туда, гостю Поболтаем Он хотел увидеть наших детей Потому что, ну, долго уже ждал Главное, с холодильником не подружиться Что говорит, сам не понимает Ну, что-то говорит уже И вот вечером Мы вышли в парк Я сегодня какая-то такая уставшая Я буду каждый день ходить на море У меня больше дел делаю И какой-то стимул у меня И когда я дома сижу впустую Я уже так привыкла с утра ходить Так что завтра продолжим Свои прогулки И купание Даже пускай это не будет купание Но с утра нужно выходить Набираться сил Вышла с ними Потому что два вечера не выходило И даже три По-моему И Посмотрите Столько у них энергии, боже мой Столько у них энергии Куда мы пойдем Не знаю, где мне посидеть Как я хочу посидеть, отдохнуть Послабиться Видео помонтировать Я когда Когда я сижу здесь на воздухе Я отключаю интернет специально И занимаюсь монтажем видео Иногда два-три видео получается Смонтировать Но не всегда Подожди Хочу что-то вам сказать, Мария Дорогие подсушники Помогите, как мне вылезти Вы поставьте подборник Если вы возьмете на красную кнопку подписаться То я отсюда выйду Спокойствие У вас три миллисекунды Раз Два Три Все Если вы нажали То спасибо Я вылезаю Друзья мои Она знаете Откуда это смотрит Есть какой-то канал Такой Я не знаю Детский Он там Каждые пять минут Просит о подписке И знаете Как делает Вот если вы сейчас Именно Какие-то Какие-то истории Он попадает То его надо Спасать в замке То нужно ему Допустим Выпить воды Или еще что-то И Короче И да Попадают Такие какие-то Истории И чтобы выйти из них Компрометирует Людей Говорит Вот если вы Смотрите куда он залез Он сейчас хочет перевернуться Куда ты лезешь Вот если вы Подпишетесь на кнопку И я увижу Тысячи лайков Под этим видео То я Вылезу Отсюда Или с башни На башню залезу Понимаете Как другие люди Постоянно Блогеры Постоянно Говорят о подписках А я-то Вообще не говорю Я только в конце видео Всегда говорю вам Хорошо Благодаря Моей внучке Сколько стало Больше Восемь человек Ну и за это Спасибо И мои дорогие Подписчики Если вы Нажмете На красную Кнопку Подписаться То Мы Можем Заразить Все Мне даже Наками Руками Можем Приклеиться К стене Полезать Чуть Чуть Попал Чуть Побегать Что у нас Мила Это Если я не буду Даже Я Акту Лезу Отсюда То Если вы Нажмете На красную Кнопку Подписаться То я Виду Радость Хорошо Благодарю вас Да Что я буду делать Кто меня будет смотреть Когда моих Внуков Не будет Вы будете А вот Эта Кнопочка Ой Она вообще Такая сладкая Вы не представляете Сейчас пришел Его друг От него Не отцепилась Вот села Он был в шоке Настолько он Полюбил ее И Принес ей Килограмм Масла Ну не Ем Детям Сыр Такой Вот Принес Потом Принес Лимончики И вот Говорит Обязательно Принесу Мороженое Посмотрите Куда она лезет Так Пойдемте На нашу горку Я хочу Сесть Там Под деревом Отдыхать Мы подошли Я ищу себе Место Чтобы сесть Да И вот тут Таких Три дерева Классных И тут горка Мои дети Хотят На этой горочке Думаю Сяду я А потом Вдруг Мои дети Увидели Что оно Все В смоле И тут Жуки Вы видите Столько их Ага Ага Столько 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 Жуков И они Все Спариваются Конечно Я не буду Мешать А то Мне на голову Отойди Ну чего Ты паникуешь Это же Жуки Они спят Не бойся А как Они просыпаются А Просыпаются Это они По деревьям Ползают Все Короче говоря Ну не страшно Вот они Вы когда Я вам говорю Не ходите Босиком Они вот Эти жуки Бегают По земле А куда Мне сесть Тогда Не хочу Я какое-то Дерево Хочу Я хочу Отдохнуть Давайте На мое Дерево То красиво Я сяду И буду смотреть А ну пойдем Посмотрим Возьми мою сумочку Проверим Боже Как здесь Классно Друзья Как здесь Классно Давай Я беру Тяжелый Посмотрите На меня Ну что Пойдем Посмотрим Там Может Не будет Этих Нашла Место Возле Своего Красивого Дерева Ой Боже Как хорошо Здесь Сейчас Я бы Судово Если бы Полежала Здесь Мои Дорогие Дорогие Уже Собирают Свои Вещи И Возвращаются Приезжать В Мерсин Почему Потому что Уже Очень сильно Похолодало В том районе Даже сегодня Я разговаривала С одной знакомой Она в Каппадокии В такой Осенней одежде Ну а А вы сами видите На чем я Здесь хожу И ходим еще на море Насколько это Прекрасно И вот Родители Собирают Свои Шпоточки Постепенно И приезжают Их кот не было Они были в деревне А так как Сейчас сестра одна Но она работает Целыми днями Приходит вечером Родители Решили Вернуться К нам Не к нам К себе У них же нет Дом Вы сами видели Знаете Как у них Огромный дом И сейчас Кроме сестры Там никого нет Ну а племянница Приходила в гости Не к нам Он муж с ней Не разговаривал Она после Замужества Не звонила ему Но он постоянно Разговаривает С узлем И она рассказывает Нам о новостях Естественно Медовый месяц Ей не до День родственников Своих Наших У нее все хорошо Даже она по моему Приходила в гости К маме На ужин Я мужа спросила Почему говорю В этом парке Очень мало Турецкоязычных Он ответил Что Наверное Надоел Для меня Сейчас для детей Этот парк Супер А люди Которые здесь живут Уже надоело Хотя бы его Разнообразили Он тоже беспокоится И недоволен Тем что Одно и то же Сколько времени Хотя бы Изменили Качели Какие-то Придумали Аттракционы Но пока Сколько лет Я уже 4 года Здесь ничего Не изменилось И поэтому Мало очень Турков здесь Они ходят В другие места А мне здесь нравится Здесь очень нравится Я покажу вам Дерево По-моему Это фигур Разновидности И посмотрите Какое красивое То Если бы еще Название знала По-моему На этом дереве Нету Жуков Не так Там столько Их много Все занимаются Любовью Друзья Спариваются Вроде бы Не весна Ваши комментарии Сейчас прочитала На ходу И понравилось То что вы Наконец-то Мне пишите Что детки Стали воспитанными Ну конечно Я бабуля С ними занимается Постоянно Постоянно Я разговариваю Я столько разговариваю Что у меня Боже сил Ни не хватает Ни с кем Больше разговаривать Детям Нужно все Что-то объяснять Они спрашивают И турецкий Уже выучили Несколько слов Потому что Ну ашкэма Как-то понимают Ашкэма Невозможно Не понять Ирмочка Вон плачет Она сегодня Из-за гостя Не заснула Днем И я думаю Что они сегодня Рано отключатся Они здесь У меня научились Днем спать Там они Ходили днем В садик Не спали А здесь Кстати Сегодня на ужин Я сегодня решила Приготовить Жареное мясо С картошкой Я доела Гречку И свои Кабачки Такая Сытая Аэндэру И детям Хачапури Я приготовила Аэндэру И детям Я Видите Я Значит Пожарю Картошку Сейчас мясо Уже потушила И картофель У нас еще фрукты Представьте Сколько фруктов Мы покупаем Остался виноград Остался Половина дыри Маленькая осталась И два персика Они тогда едят Быстро Завтра базар Я вчера Знаете В каком виде Заснула Я сидела За компьютером Видеомонтер Потом думаю Лягу Тут рядом с Дэми И уснула Мой муж Пришел за мной Пол второго Говорит Иди аж кем ложись Я моментально Как я только Легла 5 минут И я отключилась Я ничего не сделала Вот сегодня днем Сидела Все бросила С утра И монтировала Вам видео Видео получается Такие длинные Конечно Не у каждого Будет терпение Смотреть его Но я Сейчас Иногда За весь день У меня получается Такое Много чего Поснимаю А иногда За два дня Так что Не обижайтесь Не судите Строго Еще Отвечу Сразу Много людей Интересуется Много я считаю Ну не один Несколько человек Интересуется Как я выучила Турецкий Друзья мои Я турецкий не выучила Сейчас смотрю Себя слушаю И ужасаюсь Что со мной происходит Мне нужно Вот я Пройду серьезно Обучение Как только Отвезу детей У меня одна цель Еще На пути К исполнению Это изучение Турецкого Мне нужно Месяц Я знаю Как и что Мне сделать И Буду находить Уже будет Более Свободного Времени И буду Находить Время Обязательно Сяду И буду изучать Турецкий Потому что Он мне нужен А я Его начала Забывать То есть Правильно Произносить Слова Раньше Хоть что-то Знала А сейчас Я вижу Что с каждым Днем Мой муж Ну с детьми Разговаривает На русском На грузинском На русском Как они Разговаривают Как они Понимают Я не знаю И вот Выучила Турецкий Я В 2007 Году Когда Русская армия Покинула Территорию Грузии Я осталась Без работы Работала В российском Госпитале Военном У меня Была Квалификация Медсестры Высшей Категории Я была Старшей Медсестра Гинекологического Отделения Ашким Ашким Пошел Ашким Ашким Пошел Они Ничего Лопаты Не дали Бабуля Они Лопаты Не дали Лопаты Не дали Ты посмотри Какая Ну иди Что-нибудь Найди Да Ну дай Я видео Сниму Пожалуйста Ты же хорошая Девочка Я тебе Копеечку Дам Посмотри У меня 50 копеек Тебе дам Не хочешь 50 копеек Даже деньги Не хотят Мои дети Изменились Как А сами Ходят С копилками Потому Что Они Лопаты Не дали Спать Хочет Спать Ну не Сыпай На меня Что это Это Ракушка Хорошо Ой Сейчас Мухи Меня Атаковали Друзья Мои Короче Говоря Положу Я сюда Лучше Так Поговорю И Когда Армия Ушла Российская У меня Была Такая Задача Я Потеряла Работу И Чтобы Устроиться Куда-то Нужно Было Знание Какого Нибудь Языка Иностранного И Компьютера Ну и Я Сразу В панике Записалась На курсы Компьютера Получила Оператора Три Месяца Ходила Занималась Мой муж Был Очень Против Всего Чтобы Я Продвигалась Я Знала Что Моих Детей Нужно Было Кормить Ставить На ноги И Без Работы Я Пришлось Начинать С нуля То Что Я Заслужила Все Было С нуля Английский 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 Я Владела Очень Хорошо И Так Как Турция Находилась Рядом То Говорили Что Будут Турецкие Больницы И Нужно Понадобиться Иностранный Язык И Вот Я Тогда Помню Два Месяца Ходила Заплатила На тот Момент Большие Деньги И Ходила На Курсы Турецкого Языка Каждый День По Два Часа И Я Наверное Два Три Часа По-моему Ходила И Я Занималась Вот В таком Распорядке Было Трудно Конечно Так как Я Не Слышала Раньше Турецкой Речи И Ни С кем Не Общалась Вообще Не Слышала Турецкой Речи Для Меня Это Было Как Китайский Сейчас Ну Ко Всему Привыкаешь И Вот Я Больше Я Не Смогла Продлить Потому Что Это Не Нравилось Моему Мужу И Семье Вот Как-то Я Получила Азы Я По-моему Выучила 1500 слов На тот момент Я Азы Грамматики Основные Времена Выучила Я Выучила Пословицы Даже Сказки Читали У меня Такой Преподаватель Был Спасибо Светочка Ее зовут Потому Что Если Ты Смотришь Мое Видео Благодарю Тебя Но Естественно Это Нужна Практика Без Практики Вы Ничего Если Вы Не Услышите Я Даже После Того Как Я Услышала Речь Турка Я Ничего Не Разобралась Что Он Говорит Прибежала Со Слезами К ней Говорит Светлана Что Такое Вы Мне Так Учили Хвалили А Я Не Понимаю Их Она Говорит Каждый Турок Разговаривает В зависимости От Региона Проживания Разговаривает На своем Диалекте И Поэтому Ты Не Понимаешь Я Тебе Учу Как Правильно Правильно Турецкой Речи Говорят Немногие Здесь Время Придет И У тебя Все Откроется И Действительно Это Так Те Слова Которые Ты Наизусть Запоминаешь Учишь Ты Потом Их Когда-то Вспомнишь Всегда Когда Я Приехала Сюда В Мерсин Я Не Занималась Ничем Я Смотрела Турецкие Передачи И Сериалы Смотрела Я Засела На Турецкий Канал Мне Было Все Так Интересно Познакомиться С Жизнью С Менталитетом Я Была Далека От Него От Всего Была Далека То Я Не Знала Как Тут Какие Обычаи Традиции Все Это Я Изучала Из Этих Сериалов Из Каких Передач Из Разговоров С Мужем Ну И Большое Спасибо Моему Мужу Конечно Без Его Участия Я Не Выучила Не Смогла Обучаться Но Сейчас В данный Момент Мне Кажется Что Он Мне Понимает Любое Даже Если На Русском Произнесу Он Поймет Суть Моего Желания Моего Разговора Ой Дети Мои Побежали Пойду Посмотрю Где Они